Лучшие фехтовальщики региона собрались на соревнования в Северодвинске. Общественная организация «СКИФ» провела турнир по историческому фехтованию. Наблюдала за турниром Ксения Кабанова. 15 килограммов доспехи и 2 килограмма меч. Вся экипировка – ручная работа, выполненная на заказ. Ее средняя стоимость – 50 тысяч рублей. Александру 16 лет. Он пришел тренироваться весной. Однако уже сегодня он стоит на ресталище – поле боя. Среди 15 участников он новичок, но отдавать победу не желает. Это интересно. Прекрасно развивать физическую силу, уносить молодых ребят. Но это дело каждого. Не каждый сможет надеть доспехи, выйти помахать мячом. Не считая то, что мне заехали по пальцу, в принципе нормально считаю, что выступил. Для первого раза так бодро, я скажу. Очень бодро. Я не жалею. После каждого боя я здесь не жалею. Я бью все, выкладываюсь. В техникуме строительства, дизайна и технологий собрались лучшие фехтовальщики со всего региона. Турнир провели в двух номинациях – «Меч-меч» и «Щит-меч». Условия для всех одинаковые. Длина лезвия не должна превышать метра. Особое внимание уделяется внешнему виду спортсмена. Он должен соответствовать исторической эпохе, иначе боец не допускается к турниру. В этот субботний день у нас папа участвует в турнире в номинации «Щит-меч». За использование запрещенных приемов – наказание. Например, за потерю оружия спортсмену выносится предупреждение. Дисквалификации наказывают за колющие удары. Удары в затылок, в пах, толчки, колющие удары – там много, там целый перечень прописанных положений и правил, которым запрещено. Естественно, за применение запрещенных приемов боец получает предупреждение, и при наборе определенного количества предупреждений может проиграть бой технически, либо может быть вообще удален с турнира. В обеих номинациях победил Максим Усков из северодвинского форна. В личном зачете лучшим стал северодвинец Александр Чабанов из Киева. Новичок турнира Александр Федотов занял второе место в номинации «Меч-меч». Ксения Кабынова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.